Телекомпания Сизенс представляет Совместно с Ле Фильмс Дютамарин Сизенс Фильм Жанна Мари Давида Собака Святого Губерта и Фила Бразилея В орденских лесах, в самом сердце Европы, в средние века была выведена новая порода Это одна из самых легендарных охотничьих собак Балтхаунд, или гончая собака Святого Губерта Благодаря своим потрясающим качествам, эта собака стала родоначальником многих пород Один из ее самых экзотических потомков – великолепный бразильский молоз Фила Бразилея На крупной выставке собак в Лонгшамп Президент клуба господин Буата оценивает лучших гончих Святого Губерта Пожалуйста, покажитесь как следует Гончая Святого Губерта относится к шестой группе Это охотничья собака, которая должна соответствовать, то есть быть сильной Это тяжелая собака, она весит примерно 40-50 килограммов Есть небольшая разница между кобелями и суками Суки не такие тяжелые, они весят около 35 килограммов Что касается размеров, то кобель может быть 60-67 сантиметров С небольшой погрешностью 2-3 сантиметра Суки – около 60 сантиметров С такой же погрешностью Характерная особенность Бладхаунда – дряблая кожа То есть, когда она опускает голову, появляются складки У типичных представителей породы голова крупная по всем параметрам За исключением ширины Уши должны быть длинные, низко поставленные Свисающие складками ниже челюсти Вот, посмотрите Другой очень важный момент для гончей Святого Губерта – это шея Она должна быть длинной, что придает собаке особую элегантность И очень гибкой, чтобы не мешать принюхиваться во время охоты Как видите, когда собака опускает голову, ноги всегда остаются прямыми Вот как у этой Гончая Святого Губерта известна как собака с лучшим в мире нюхом У нее очень широкий нос Перейдем к плечам Они вывернуты на 90 градусов, а не на 120 Это гончая собака, ей приходится много бегать У Бладхаунда широкая, глубокая грудь в виде киля Для этой породы характерны мощные легкие Хорошие легкие очень важны для собаки, которой приходится много бегать Линия спины прямая, очень крепкая Поясница тоже крепкая, чтобы собака могла сильно отталкиваться задними ногами во время охоты Самый ценный окрас черно-подпалый Черный корпус с более или менее выраженной задней частью На голове, передних и задних ногах окрас подпалый По цвету глаз можно определить характер собаки Особи с чересчур светлыми глазами часто бывают злобными Главное, что мы ждем от Бладхаунда Это охота и послушание Эта порода, безусловно, результат скрещивания дога, пришедшего из Азии, с крупными африканскими борзыми Эта собака была предметом зависти вельмож всего мира Искавших собаку с очень тонким нюхом для охоты на дичь Благодаря такому вниманию, сейчас, в начале 21 века, существуют прямые потомки первых собак Мы можем назвать несколько пород Голубая гасконская гончая и производная от нее Довольно известная и очень модная собака Басетхаунд Вандейский грифон и Фила Бразилейро Так что эту собаку удалось спасти не благодаря канадским питомникам, как кое-кто уверяет И не благодаря американским любителям Нет, эта собака была спасена, потому что ее всегда использовали по назначению А именно, для охоты на дичь Эту собаку иногда используют и для других целей Например, для того, чтобы найти человека Но главное и основное ее предназначение – охота В Дижоне живет Доминик Лагрю Большой поклонник этой породы и счастливый обладатель крошечного существа, которым он очень гордится Не нравится Не бойся, не съедят Видите, все собаки проявляют большой интерес к щенку Они с ним очень ласковы Но нужно быть очень осторожным и принимать во внимание характер Бладхаунда Если у вас что-то в руках, собака думает, что это дичь Поэтому тем, кто держит у себя маленьких собак Шотландского терьера, Йоркшера или других Не стоит заводить еще и крупных Бладхаунд может решить, что это дичь и прыгнуть на нее Но если за собакой приглядывать, все будет хорошо Тихо, тихо! За мной! Сейчас этих собак натаскивают охотиться за зайцами Когда на улице жарко, это не так-то просто Одна из главных проблем Бладхаунда Он не переносит жару Он быстро устает, начинает ложиться, прятаться в тень Он так устроен Даже в стандартах указано, что у них плохая переносимость жары Собака привыкает к климату Эти Бладхаунды из Бургундии Они привыкли к серьезным холодам Минус 10 для них не проблема Но им не нравится, когда слишком жарко Роланда вернулась, потому что у нее есть две проблемы Она не полностью соответствует стандарту, но только из-за упрямого характера Однажды я взял ее на охоту, когда она была больна И потом начались проблемы с сердцем Так что теперь она старается быть умнее Сначала хорошенько подумает, и только потом сделает Она никогда не отходит слишком далеко Если не знает, наверняка, что зверь ранен Но я часто беру ее на охоту Я научил ее брать слабый след Она может унюхать кабана издалека У нее просто идеальный нюх Этот способ тренировки был изобретен специалистами ассоциации Которая борется за сохранение гончих как вида Ее создали здесь, в Бургундии Специалисты поняли, что гончие и борзые Смысл жизни которых состоит в том, чтобы унюхать кабана Начали терять свои навыки Сейчас в наших краях много кабанов Были придуманы вот такие штуки, которые могут сохранить запах кабана до зимы Нужно только повесить их повыше Они оставляют следы, похожие на кабана Так что теперь мы можем заниматься со своими собаками круглый год Такие тренировки позволяют сохранить их навыки Нужно просто привязать эти штуки к обуви Они немного похожи на снегоступы или на свинцовые ботинки космонавтов Но привыкаешь довольно быстро И в них легко можно прошагать несколько километров Это позволяет тренировать молодых собак Они учатся искать следы в естественных условиях По нашим наблюдениям, собаки, которые делают успехи здесь Также успешно справляются и со своей задачей зимой Когда приходит время настоящей охоты И еще я заметил, что когда собака стареет Ей тяжело поспевать за остальными А с этим она обретает вторую молодость Есть очень хорошее упражнение, чтобы научить собаку охотиться Главным образом на кабана Научить правильно брать след Оно особенно важно для щенков Чтобы они привыкли с детства Во время зимней охоты нужно снять с кабана шкуру Потом, если это возможно Засушить кусок мяса Желательно из области мочевого пузыря И сохранить немного кабани и мочи Достаточно повесить этот кусок мяса на веревке рядом с приманкой Можно закрепить эту веревку карабином Надо немного пропитать шкуру мочой Это не всегда выглядит аппетитно Мочу лучше держать в морозильнике Иначе ваша жена будет против из-за сильного запаха Я сейчас покажу, это очень просто Для собак постарше Шкуру можно приподнять А потом спрятать подальше Если на вашем пути попадается высокая растительность Можно проводить шкуры вот так Если у вас хорошие, опытные собаки Не удивлюсь, если они выберут именно верхний запах Так будет гораздо интереснее Еще один довольно полезный совет Попросите о помощи друга, жену, детей, кого угодно Лучше, если шкуру спрячет посторонний, а не член семьи Чтобы не сомневаться, по чьему следу идет собака Хозяина или кабана Сегодня мне поможет Жан Мишель Он спрячет шкуру, которую будет искать моя собака Потом я спрячу шкуру для его собаки Так мы друг друга выручаем Спасибо Первое испытание должно быть довольно простым Нужно провести шкуры по траве и кустам Постарайтесь двигаться прямо, одним большим виражом Не стоит нарезать маленькие и короткие круги Усложним задачу Проведем шкуры по тропинкам, по камням, где запах удерживается хуже Запах должен немного выветриться После этого можно спускать собак И еще один совет, особенно для Бладхаунда Старайтесь не ставить его на след носом по ветру Наоборот, спиной, иначе он сразу возьмет след и двинется прямо к шкуре Если вы хотите воспитать собаку с хорошим нюхом Нужно обязательно поворачивать ее против ветра Пусть сначала немного поработает Хорошо, хорошо Молодец, отдай Мален? Мален, отдай Молодец, молодец Ируас? Ируас? Роланда? Мален? Ируас? Я даю им угощение, потому что они нашли шкуру Это идеально закрепляет рефлекс За шкуру кабана они получат что-нибудь вкусное, например, печенье Надеюсь, собаки усвоили, что за каждого найденного кабана или за другую дичь Они получат заслуженную награду Роланда, не кусайся, спокойней Держи, держи Вы все молодцы Молодцы Если они найдут шкуру и ее немножко потреплют, то получат еще большую награду, двойную Нужно именно потрепать Повозить по земле, немного прикусить, не очень сильно Если собака слишком кусачая, она может быть опасной для других ваших животных Ируас, хватит, пошли Мален Так можно заниматься в любое время Не нужно ждать открытия охоты Мален На сегодня хватит, за мной Бладхаунд любит воду Для него это праздник Если он оказался у воды, то охотно пойдет купаться Вы когда-нибудь видели собак, которые окунаются целиком с головой, когда пьют? Они не лакают, как другие собаки, а как будто кусают воду Бладхаунд бросается в воду и всегда готов перебраться через реку Они даже могут охотиться в воде Например, в Камарге этих собак именно так и используют для охоты в воде Это пато Отличный кобель Бладхаунд Великолепный образец Он обожает охоту Жан Мишель забрал его у людей, которые держали его в доме, как обычное домашнее животное Я не хочу зря драматизировать, не хочу сказать, что это категорически противопоказано Но нежелательно Эту собаку вывели для охоты на кабана, исключительно для этого В Бургундии период охоты довольно короткий, и собака стала скучать в питомнике У нее появился нервный тик Она начала кусать себя за лапы Вот тут хорошо видны следы на подушечках Мы его оставили всего на час в машине, и он изгрыз себе все лапы Я знаю собак, которые, когда нервничают, грызут свои когти А этот грызет свои лапы Очень жаль, потому что пато придется довольно долго ждать охоты, до следующего октября За Бладхаундом нужно постоянно присматривать Но это совершенно не агрессивная собака Может иногда порычать, чтобы слегка припугнуть, и только Я могу посоветовать эту собаку многим людям Пошли, пошли, пошли Хорошо, нет, нет Идите сюда, все Ждите Собаки к нам по-разному попадают Кто-то увидел фотографию и сразу влюбился Кто-то приглядел себе щенка на выставке Эстетические качества тут на первом месте Многие из тех, кто случайно увидел эту собаку, влюбился в нее раз и навсегда Это собака с особенным характером Она отличается от других гонщиков Она абсолютно предана хозяину Но иногда она вытворяет такие вещи, что это не укладывается в голове Это собака, которую отличает большая физическая сила и ум Она очень честная и открытая И все, что она делает, она делает великолепно У подножья Пиренеев, в Каталонии, мсье и мадам Родригес увлеченно разводят фило-бразилейру Вылезайте Пошли, пошли За мной Перед нами типичный представитель породы фило-бразилейру Это собака-молос Собака очень мощная, но довольно компактная Она чуть больше в длину, чем в высоту Почти прямоугольной формы Что касается размеров, то они могут колебаться в холке от 65 до 75 сантиметров Если речь идет о кобеле Холка у нас считается примерно вот здесь Стандарта по максимальному весу для фило-бразилейру не существует Этот кобель весит 65 килограммов Это неплохо, потому что это крупная собака, и ее рост в холке 72 сантиметра Характерная особенность этой породы – линия верха Ее так и называют линией верха Она идет от шеи через холку и спину до крестца Обратите внимание, что у этой породы крестец чуть выше линии холки У фило-бразилейра допускаются несколько окрасов Например, этот является довольно типичным, хотя допускаются практически любые окрасы Что касается зубов, то у фило прикус должен быть ножницеобразный Челюсти должны быть крупные и хорошо смыкаться Фило-бразилейра произошел в частности от Бладхаунда У него тоже хорошо развитый нос, очень большой, с открытыми ноздрями Так что у него, как и у близкого родственника Бладхаунда, отличный нюх Еще одна особенность фило-бразилейра – это его дряблая кожа Как видите, ее очень много Она очень толстая, мягкая и легко собирается Уши поставлены очень низко А большое количество морщин придает собаке печальный вид Это еще одна особенность породы Происхождение фило-бразилейра практически не изучено Существует множество версий, одни противоречат другим Большинство экспертов-кинологов, тем не менее, сходятся в одном Что в 16 веке эта собака попала в Бразилию вместе с конкистадорами Долгое время собаку не раз скрещивали с разными породами догов С блатхаундами или с собаками святого Губерта На своей родине фило сначала использовали как сторожа Из него также получилась неплохая охотничья собака Он мог легко справиться с ягуаром и оцелотом Этих хищников боялись больше всего Эти щенки фило, им по два с половиной месяца Ладят со всеми животными на ферме Со всеми животными в доме Главное качество для охотничьей собаки Это, конечно, нюх Умение взять след У фило оно потрясающе развито Очевидно, в природе нос фило всегда в земле Так что это стало для него нормальным способом передвижения Что бы ни было, нос всегда в земле Это такая привычка Все время что-нибудь вынюхивать, брать след Именно отсюда пошла характерная для этой породы походка В Британии живет довольно известный тренер Месье Шатлен Он со своим помощником Фредериком регулярно тренирует собак фило Бразилера Идем, идем, идем Давай, давай Фред, дай мне флажки Сейчас мы их расставим Вот первый флажок А тут будет второй Потренируемся, как на конкурсе Мы поставим собаку посередине, чтобы она не шевелилась Давай, Пеппер Идем, Пеппер Сюда Лежать Лежать Молодец, Пеппер Взять след, это такой же вид спорта, как и другие Задача собаки – найти цель Или предмет, или человека Если собака хорошо натаскана, ее можно использовать для поиска людей А иногда и для поиска наркотиков Фредерик, я дам тебе четыре деревяшки, хорошенько потрих, а свою обувь прежде, чем уйти Оставь первую деревяшку примерно в десяти метрах Опять, потри ноги, оставь деревяшку через пятнадцать метров Потри ноги и так до конца Хорошо Потом позови собаку, чтобы она поняла, что ищет Каждый раз ставь дощечку и зови собаку Малыш Ты где, малыш? Давай Давай, Пеппер, ищи, давай, давай Вперед Хорошо, Пеппер, молодец Нашел Молодец Обычно собак начинают учить брать след совсем маленькими В три-четыре месяца С ними хорошо играть такими дощечками Выкладывать их на расстоянии в один, два, три метра Потом можно дойти до пятнадцати, до тридцати метров, до трехсот Да, да, молодец Молодец Молодец, Пеппер Молодец Ты тоже доволен Умница Давай, иди ищи дальше Хватит, хватит, иди Да ты хороший мой Слезай Давай, иди ищи Ищи Давай, давай, ищи Молодец Молодец, нашел Приласкайте ее Дайте кусочек мяса Собака всегда будет рада Я выбрал эту собаку, конечно, за то, что она охотничья Теперь попробуем с кусочком мяса Эта собака всегда хорошо берет след И если уж она на него встала, ни за что не сойдет Для нее это нормальное состояние Мне нравится, что у нее голова все время вниз Давай, ищи, ищи Она работает носом, а не глазами и не ушами Как некоторые собаки Фила создан для того, чтобы выслеживать дичь Это очень спокойная, уравновешенная собака Она почти не совершает ошибок Встречаются очень нервные собаки Они везде носятся Все теряют А для Фила главное взять след У него это на уровне инстинкта Фила очень-очень умный Я бы даже сказал талантливый Охотничья собака, сторож и помощник человека Фила Бразилера набирает все большую популярность Благодаря своей универсальности И лесным отзывам со стороны многих любителей собак в Европе Настоящая живая легенда Собака святого Губерта Является воплощением идеала для многих охотников Во всех частях земного шара Программа подготовлена к эфиру по заказу студии ЮСИМ КОНЕЦ